Взрывы в Крыму Минобороны РФ заявляет о перехвате на джанкоем двух украинских ракет «Гром-2». Россия готовится оборонять Крым и строить защитные сооружения. Армения все больше отдаляется от России и запрещает пропагандистские каналы. Это информационная, которая идет в Армению вместе с русским языком против Армении как таковой. Спасибо, что смотрите нас. Именно благодаря вашей активности, лайкам и комментариям видео показывается большему количеству людей и еще больше людей узнает правду. А теперь к новостям. Великобритания впервые разместит в Украине своих военных, заявил новый министр обороны Объединенного Королевства. Страна планирует расширить программу подготовки украинских военных и перенести обучение, а также производство военной техники непосредственно на территорию Украины. Я говорил сегодня о том, что в конечном итоге обучение будет перенесено ближе к украинским границам и фактически непосредственно в Украину. Помимо этого, Шабс пообещал рассмотреть возможность использования кораблей британского флота для защиты судов, которые перевозят зерно. В то же время пример министр страны Риши Суна, кажется, опровергает слова министра обороны. Министр обороны говорил, что вполне возможно, однажды в будущем мы сможем провести часть этой подготовки в Украине. Но это что-то в долгосрочной перспективе, а не сейчас. Как отмечает агентство Reuters, пока западные страны избегают своего военного присутствия на территории Украины из-за рисков прямого конфликта с Россией. Российская армия строит оборонительные линии возле Феодосии, а Украина успешно атакует военные объекты на полуострове. Крымское партизанское движение «Атэш» заявляет, что россияне возвели со стороны Феодосии так называемые «зубы дракона», а со стороны батального – укрепления и фортификации. Тем временем Украина продолжает наносить удары по временно оккупированному полуострову и угрожает Крымскому мосту. Российские информагентства по несколько раз в день вынуждены сообщать, что движение по мосту перекрыто. В Джанкою снова хлопковый день. Местные сообщают о мощном взрыве на территории Крыма. Минобороны РФ же заявляют о перехвате над Джанкоем двух украинских ракет «Гром-2». Как сообщает ведомство, попытка атаки отражена и потерь нет, а осколками повреждены складские помещения. Однако украинские СМИ распространяют информацию, что попадание было по складам с вооружением. В ближайшее время ударов по Крыму будет только больше, считают эксперты. То, что мы сейчас наблюдаем по Крыму, это как раз первый этап завоевания превосходства в воздухе. Бьем сначала по ПВО, причем комбинированными ударами. Это и уничтожение дальних средств опознавания и обнаружения россиян, которые были расположены на вышках Бойко, отработая Главное управление разведки Министерства обороны. Хорошо отработали и сняли эти системы. Дальше выход и удары по системам противовоздушной обороны. С-400 по «Триумфам» два комплекса было уничтожено. Опять тандемные удары в сотрудничестве контрразведки СБУ и авиации военно-морского флота. Уничтожение систем за горизонтной связи. Также были нанесены удары авиационными средствами поражения. Ну и дальше уже уничтожение наземных военных объектов стационарных. В результате пожара в ночном клубе в Испанской Мурсии погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает NBC News. Службы экстренной помощи накануне продолжали поиск людей, которые пропали без вести и находились в это время в помещении. Я думаю, что мы покинули клуб за 30 секунд минуту до того, как сработала сигнализация, погас весь свет и раздались крики о том, что начался пожар. В это время я находился там, где мог выйти, но пять членов моей семьи и двое друзей пропали без вести. Что стало причиной пожара на момент записи выпуска точно неизвестно. Мэр города объявил траур по погибшим. Миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA. Накануне члены ООН находились в Тепанакерте, Ханкиди, но планируют посетить еще несколько населенных пунктов Карабаха. В состав миссии входят представители различных агентств ООН. В публикации APA отмечается, что их цель – ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. Пресс-секретарь Армении сообщает, что из Нагорного Карабаха в страну переехали более 100 тысяч карабахских армян. Также власти Армении обсуждают отключение российских телеканалов из-за антиармянского контента. То содержание политическое, информационное, которое идет в Армению вместе с русским языком, оно действительно настроено против того, чтобы хоть какие-то минимальные… То есть не против Армении я как бы сейчас не защищаю правительство Армении, а в общем-то против вообще Армении как таковой. То есть против субъектности какой-то, против того, чтобы люди, которые здесь живут, вообще как-то влияли на жизнь вокруг. Предвыборная гонка в Польше. В столице прошла многотысячная демонстрация против правящей партии «Право и справедливость». Акция проводилась по инициативе экс-премьера Польши и лидера оппозиционной партии «Гражданская платформа». Он назвал шествием «Маршем миллионов сердец». Сегодня сердце Польши бьется тут, на перекрестке прав женщин в Варшаве, потому что женщины выиграют эти выборы. Девушки, вы готовы? Выиграть все выборы! Вместе с этим в городе Катовице прошел один из крупнейших предвыборных съездов правящей партии. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. Поляки на 4 года изберут 460 депутатов и 100 сенаторов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке. До встречи в следующих выпусках. Хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова